Здравствуйте, меня зовут Наталья и это мой канал Моя Американская История. Тема сегодняшнего видео стоит ли иммигрировать в Соединенные Штаты. Дело в том, что мне задают очень часто вопрос, а стоит ли мне переезжать в Соединенные Штаты, иммигрировать в Соединенные Штаты на постоянное место жительства? Довольно-таки трудно ответить на этот вопрос, не зная человека. Наверное, изначально будет легче тем людям, которым абсолютно нечего терять у себя на родине, особенно молодым, которым, в принципе, еще нечего терять, потому что они этого еще не обрели. Ну, что я имею в виду, например, работу какую-то супер хорошую или карьерный рост, который они еще не успели достичь или же успех, которого они еще не добились или репутацию какую-то хорошую, которую они еще не заработали. Также в личном каком-то аспекте, может быть, не нашли еще свою вторую половинку, в материальном аспекте, может быть, еще не заработали денег для того, чтобы купить там квартиру, машину, дом и так далее. То есть таким людям, естественно, будет намного легче иммигрировать. И иммигрировать не только в США, но вообще в любую другую страну. В отличие как раз от людей в более зрелом возрасте, которые что-то из этого и добились, и которым действительно тяжело будет это оставлять на своей родине и начинать все с самого нуля. Это, наверное, первое, с чем мне трудно расставаться. Второе, опять это сугубо личное мое мнение, но мне кажется, когда вы решаете мигрировать в какую-то другую страну, неважно, США, это Германия, Франция, Англия, я думаю, что в первую очередь вы должны любить ту страну, в которую вы эмигрируете. И, наверное, как вам сказать, наверное, отнеситесь к эмиграции в другую страну, как к замужеству и женитьбе. То есть у меня есть масса примеров, когда люди приезжали сюда, в Америку, абсолютно ее не любя, из каких-то там своих меркантильных интересов, ну там заработать деньги, жить не бедно и так далее. Но саму страну они не любили вообще, не уважали, не ценили традиции, не любили людей, не принимали ценности этой страны. И как результат, в конце концов, они эту страну возненавидели. Да, они добились, в принципе, всего, чего они хотели, но как по расчету замуж вышли, да, или там женились, сидят в золотой клетке, тихо ненавидя эту страну. И нужно, мне кажется, все-таки любить эту страну. Если вы эту страну любите, то вам не будут страшны никакие препятствия, вы все преодолеете. Вам будет легче преодолевать эти трудности и добиваться успеха. И потом, когда вы этого всего добьетесь, вы в полной мере сможете наслаждаться жизнью, в отличие от тех, кто эту страну никогда не любил. То есть это, мне кажется, второе, одно из главных условий – любить, уважать ту страну, в которую вы собираетесь эмигрировать. Любовь к этой стране тянет за собой и третье. Третье – это не бояться начать все с самого начала и засунуть свою гордость и самолюбие куда-нибудь подальше. Даже не самолюбие, а высокую самооценку. Но опять, когда люди сюда приезжают, многие, особенно русскоязычные, почему-то думают, что Америка и американцы им должны. Думают, что сейчас, как только они сойдут с трапа самолета, подбежит огромная толпа людей, встанет перед ними в очередь и будет умолять, пожалуйста, иди работать в мою компанию, я тебе буду миллион платить. Его отталкивает Сарой и говорит, нет, иди лучше в мою компанию, я тебе два миллиона буду платить, и ты ничего даже делать не будешь. Подходит третий и говорит, нет, лучше иди в мою, ты даже на работу не будешь ходить, и я тебе буду три миллиона платить. Ну а большинство девушек русскоязычных почему-то считают себя очень привлекательными, красивыми и все такое. Намного красивее американок, думаю, что к ним тоже толпа подбежит, только толпа миллионеров, красавцев, молодых, которые будут умолять их выйти замуж за них. Такого тоже не будет. Особенно эти люди как раз, которые чего-то достигли у себя на родине. Им очень трудно перестроиться и начать все с самого начала. Особенно это касается людей, ну, в большинстве своем о людях интеллектуального труда. Говорю о врачах, об экономистах, о юристах. Те люди, которые, в принципе, такие простые работяги в России, на Украине, Беларуси и так далее, им намного легче здесь адаптироваться, намного легче найти работу, потому что работа руками, она ценится везде. Ну и те профессии, которые, в принципе, применимы и без американского образования, это учителя, айтишники, компьютерщики, автомеханики, инженеры и так далее. Наверное, с нуля начинать и не придется, они смогут сразу же начать работать по своей профессии и расти дальше. То есть врачи, экономисты, юристы в этот ряд не входят, например, да, потому что для врача вообще нужно получать заново американское образование. Экономические и юридические законы здесь, в Америке, не действуют, которые эти люди изучали у себя в стране, потому что они изучали законы своей страны, здесь они абсолютно другие и так далее. Поэтому таким людям придется начинать с самого начала все, с самого нуля, с самых низших работ. И многие люди, им очень трудно морально себя переломить и начать с этого. Но в этом вся и проблема. То есть когда вы приезжаете в Америку, будьте готовы, если как бы ваша профессия не соответствует, да, а и вам нужно американское высшее образование для того, чтобы работать по этой профессии, ну, вам нужно, если вы готовы начать все с самого начала, осваивать или какую-то новую профессию, или учиться вашей же профессии, пока учитесь работать на какой... подрабатывать физической, может быть, не соответствующей вашей интеллектуальной профессии у вас дома. Если вы к этому готовы, опять, особенно если вы любите эту страну, то без проблем вам будет довольно-таки легко здесь адаптироваться, получить высшее образование или начать строить карьеру в какой-то еще области отличной от той, на которой вы работали в своей родной стране. И вы не должны бояться этого. Поверьте мне, все успешные люди здесь, в Америке, они начинали с какой-то самой низшей должности в компании, каким-то там курьером, и потом, благодаря своему трудолюбию, амбициозностью, инициативностью, они выросли до топ-менеджеров этой компании. Никогда в Америке нельзя бояться начинать все с самого начала. Вы должны понимать, что в США все профессии почетные, все профессии уважаемы, никто на вас высоко смотреть не будет. Теперь, также дорога в иммиграцию открыта трудолюбивым людям. То есть, если вы не лентяй, если вы любите работать, если вы не боитесь работы, то также у вас есть все шансы добиться здесь успеха. Где бы вы ни начинали, с какого уровня бы вы ни начинали, даже с самого нуля. Ну, дело в том, что компании американские, как я заметила, очень любят делать промоушен внутри компании, проталкивать свои кши. Опять же, если они увидели, что вы хороший работник, они, естественно, не захотят вас терять. И поэтому они вас будут проталкивать по карьерной лестнице. Естественно, с ростом заработной платы. Особенно, если вы показываете, что вы профессионально выполняете свои обязанности. Если вы по своей же инициативе работаете сверхурочной, если и вас о чем-то просит вас менеджер, вы это выполняете. Не говорите, а, что-то мне неохота, попросите кого-то другого. Это все ценится. И потом, если освободится место какое-то на должность выше, то протолкнут как раз вас. Также не бояться начать не только с нуля, да, с низшей работы, но и, наверное, с работы на не очень высокую заработную плату. Просто приведу сейчас пример. У меня есть одна знакомая женщина. Она приехала с Украины. Она, правда, 10 лет прожила в Испании. Она по-английски не говорит вообще. Она говорит по-русски, по-украински и по-испански. И когда она приехала, естественно, у нее было ни языка, ни работы, ничего. И она начала с бабиситерства. Хотя у нее там в Испании было высшее образование на какую-то компанию работала. И она говорит, мне все равно, мне нужно с чего-то начать. Я понимаю, что я в эту страну приехала. У меня нет высшего образования этой страны. И поэтому я не боюсь начинать ни с чего. И вот она нашла работу бабиситера. Ей предложили 8 долларов, что очень мало. 8 долларов в час – это очень мало. Обычно платят 10. Вот. Но я ей об этом сказала, что, знаете, 8 долларов – это очень мало. На что она мне ответила. Наташа, мне надо хотя бы с чего-то начать. Я начну с 8 долларов. Ну, окей, ну, правильно. Она тоже одновременно со мной познакомилась еще с одной девушкой. Ну, давайте назовем ее Оля. Вот эта Оля, она уже 2 года в Америке. Она сидит на заднице, ничего не делает на шее у государства. Потому что ей, видите ли, унизительно работать на маленькую зарплату. И она сидит на диване и ждет, когда ей свалится работа где-нибудь в большой корпорации с замдиректором на, сколько это там, сотен тысяч долларов. И она тоже сказала, да вы что, за 8 долларов? Я лучше вообще работать не буду, чем... А это женщина. Ее тоже Наташа зовут. А она говорит, окей, а я буду работать. И вот, начала она работать. Работала она бесподобно с детьми. И это заметили люди другие. Да, как она с детьми обращается, как она с ними работает, чему она их учит и так далее, как она о них заботится. И какая-то другая семья говорит, давай, переходи ко мне, к нам работать. Мы тебе будем платить 10 долларов в час, а не 8. И она согласилась. Еще через сколько-то там месяцев они испугались, что она может уйти. Подняли ей до 12 долларов. Потом до 15 долларов. Она уже работает 2 года бабисидером. Она получает очень хорошие деньги. Она смогла скопить денег для того, чтобы открыть какой-то собственный бизнес. А та девочка Оля, да, которая все, сидела на шее государства-то, которая была унизительной работать за 8 долларов в час, вот она так и сидит на диване. Наташа, женщина, которая из Испании приехала, она получает хорошие деньги, у нее есть работа. Да, бабисидер может быть не суперкруто, но работа есть. Нормальные деньги ей хватает абсолютно. И плюс еще она сумела открыть и свой бизнес. Вот никогда не нужно думать, что что-то унизительно. Никогда не надо бояться начинать с какой-то профессии, которую вы думаете для вас унизительно, или с зарплаты, которая для вас унизительно. Если вы хороший работник, поверьте мне, в Америке вас оценят обязательно. Если не этот работодатель, то какой-то другой вас заметят, вас увидят. Я видела очень много ситуаций, когда людей переманивали в другие компании, которые начинали там в самых низах официанты, какие-то там мелкие клерки в банках. Их всех замечали, если они действительно хорошо выполняли свою работу, и или повышали, или переманивали на более высокую должность и зарплату в другие компании. Теперь давайте я быстренько суммирую это все первое. Вам стоит переехать, если вам нечего терять, если вы любите страну, в которую вы эмигрируете, если у вас с самооценкой все нормально, вы не думаете, что вы пуп земля, а все остальные так. Так, не задирайте нос и не разделяйте людей на людей с достойными профессиями и недостойными. Это третье. Четвертое – это ленность. Если вы не ленивый, если вы трудяга, если вы любите работать, то США для вас. Ну и последнее, наверное, сейчас перечислю те качества, которые очень ценятся в США, и, имея их, вам будет очень легко здесь жить. Первое – это должны быть терпеливыми. Американцы очень терпеливые. То есть, если стоит очередь огромная, то никто никого торопить не будет, никто ни на кого орать не будет, если вы медленно едете на машине, никто вам сигналить сзади не будет и так далее. Американцы очень терпеливые, и они очень ценят это качество и в других. Второе – терпимость. Также терпимость и толерантность. Американцы также очень терпимы и толерантны. Если вы обладаете этим качеством, то вам также будет здесь очень легко. Я говорю о терпимости во всем. К мнению другого человека. То есть, здесь, например, не принято с пеной у рта доказывать свое мнение. То есть, ты спросил мнение человека, человек тебе ответил, ты не согласен? Ты скажешь, знаешь, я не согласен, я думаю так-то так. Да, окей, хорошо, а я не так думаю. Да, ну хорошо, я уважаю твое мнение, и я твое мнение уважаю. И все. Здесь не принято. Здесь не принято. Узнав, что твое мнение не совпадает с мнением оппонентным, начинать спорить. Это считается неуважительным. Уважение к другому человеку, уважение также к стилю другого человека, к мнению другого человека, к ценностям другого человека, к каким-то, какому-то мировоззрению, к религии и так далее. Грубость. Американцы очень дружелюбные и вежливые. Никогда за, сколько я тут, с 2006 года, никогда почти 10 лет не было такого, чтобы мне кто-то нагрубил. Вот правда, ну никогда. Американцы очень вежливые. Кем бы вы ни находились, кем бы вы ни были, вы там самым последним уборщиком, опять же, я повторяю, неуважительных профессий здесь нет. Здесь ко всем относятся уважительно. С вами всегда будут вежливо разговаривать. Опять же, наверное, скажу о терпимости и уважении к людям из других стран. Американцы, у американцев, я бы не сказала, что у них есть стереотипы. Нет, они уважительно относятся к людям из всех стран, даже с интересом. Как только ты говоришь, откуда, сразу же начинают интересоваться. Ой, а где именно? Расскажи вот про это, расскажи про то. А как будет по-русски вот это, как будет по-русски то. То есть, действительно, американцы очень-очень любят людей из других стран. И им всегда интересны и культура, и еда из других стран, и истории и так далее. Чистоплотность. Люди здесь очень чистоплотные. Я никогда не чувствовала, что от американцев плохо пахло. Вы знаете, я так по инерции, когда в институте училась, да, на спортфаке, кто-нибудь пробежит мимо, и все, аж задыхаться начинаешь. Здесь нет, я тоже по инерции раньше. Кто-то пробежит, я сразу дыхание задерживала. А потом, бац, чувствую, пахнет чем-то хорошим. То есть, от американцев никогда плохо не пахнет. Почему? Потому что они очень чистоплотные. Они принимают душ минимум два раза в день. С утра и вечером. Во все сезоны. И зимой, и летом, и весной, и осенью. Какая бы погода ни была, холодная, не холодная, жаркая, не жаркая, американцы всегда принимают душ. И поэтому от них всегда хорошо пахнет. Или, по крайней мере, от них никогда плохо не пахнет. Наверное, так можно сказать. Вот. И я знаю, что у многих американцев с этим бывают проблемы, когда они там сотрудничают с русскими. Потому что многие русскоязычные не принимают душ. Особенно мужчины. Вот. Мне многие американцы на это жаловались. Что, представляешь, они душ не принимают, или они там принимают один раз в день, или там один раз в несколько дней. Они просто в шоке были, когда узнавали об этом. Благотворительность. Многие американцы, даже не многие, а практически все, занимаются какой-либо благотворительностью. Здесь это не принято кричать на каждом шагу. Там, ой, да, я подал там-то, я подал там-то. Нет. Обычно это делается очень тихо. Если они переводят деньги куда-то, они обычно об этом не говорят. Но благотворительность здесь очень ценится. И также ожидается, что люди будут заниматься благотворительностью. Поэтому, также, переезжая в США, вы должны об этом знать, что здесь очень ценится благотворительность. И люди, которые занимаются благотворительностью. То есть, если у вас нет большинства из этих качеств, то вам, опять же, довольно-таки трудно будет ассимилироваться в Соединенных Штатах и адаптироваться. Надеюсь, что эта информация оказалась вам полезной. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Спасибо большое за внимание. И до свидания.